все фен нагрет 4 секунды это просто отличный результат не все дорогие паялки способны на это а квик смог с новым годом вы на канале профи начнем год с видео обзора нового поступления паяльных станций в наши магазины профи от производителя квик конкретно сегодня рассмотрим модель 706w плюс с термофеном и паяльником ее комплектацию органы управления как ей пользоваться и обязательно протестируем на скорость разогрева а также объявлю о начале первого розыгрыша в этом году начинаем комплектация паяльная станция с феном и паяльником 3 насадки на фен подставка для паяльника с губкой для очистки и инструкция на английском и китайском языке корпус станции выполнен из стали причем весь даже фронтальная панель что касается габаритов я бы не сказал что это компактно но судя по начинке меньше корпус делать не получилось на фронтальной панели у нас находится цифровой дисплей для отображения температуры фена потенциометры регулировки температуры фена скорости потока воздуха фена и температуры паяльника индикация нагрева паяльника выключатель паяльника разъем для подключения паяльника выход шланга термофена и выключатель термофена по бокам корпуса сделано отверстия для крепления держателя фена слева и справа на тыльной части у нас только вентиляционное отверстие и выход сетевого шнура что касается фена фен выполнен из ручки термостойкого пластика и металлического сопла за поток воздуха фена отвечает здесь компрессор который находится в корпусе станции они турбина в ручке как в той же лукей 702 защитный кожух выполнен из мягкого силикона в котором находится шланг выдуваемого воздуха и провод для питания нагревательного элемента и термо пары что касается паяльника паяльник самый распространенный как и на многих бюджетных паяльных станциях смена жала осуществляется при помощи откручивания гайки вот только нагревательный элемент здесь не традиционно керамический а металлический кто знает что за нагреватель пишите в комментариях штекер gx16 на 5 подставка металлическая но паяльник не держится неуверенно случайно заденешь провод и паяльник уже выпал зато есть отверстие для установки различных жал перейдем к управлению подключаем паяльник включаем фен когда фен установлен на держатели выставление температуры невозможно только при снятии с держателя что касается потенциометров есть свои плюсы и минусы точно также как и у кнопок ими можно быстро выставить температуру но не точно для точности в 1 градус нужно потратить время кстати компрессор работает тише мягче и кпд выше чем у турбины при установке на держатель фен отключается включаем паяльник по выставленной температуре потенциометром можно довериться только разметки на панели так как дисплей только для фена включенный индикатор показывает нагрев паяльника как только он начнет моргать значит паяльник нагрелся до заданной температуры в отличие от фена точно выставить температуру до 1 градуса не получится примеру для меня это не принципиально а для вас это важно или нет делите своим мнением в комментариях но хочу заметить что при работе паяльником станция добирает температуру если нужно разогреть что-то массивное то есть станция удерживает заданную температуру в отличие от того же лукей калибровка паяльника и фена с панели управления недоступна только при разборе станции что касается управления то на этом все переходим к субъективным тестом потому что измерять температуру мультиметром это не очень точно но общую картину мы увидим итак скорость нагрева фена заранее температуру выставил на 300 градусов и дал 10 минут остыть нагревателю чтобы было как можно честно начнем все фен нагрет четыре секунды это просто отличный результат не все дорогие паялки способны на это а quick smoke при такой скорости нагрева у вас не получится перегреть плату на которой меняете компонент поэтому скорость нагрева так важно для фена кстати остывает он тоже быстрее своих конкурентов ну и протестируем паяльник выставляем значение на 300 градусов по метке приступим разогревается конечно не так быстро как фен но результат будет я думаю неплох 38 секунд плюс 1 секунда до включения секундомера итого 39 не самый плохой результат скажем средний ссылка на эту станцию будет в описании ну и подведем итог паяльная станция компромиссная к плюсам можно отнести скорость нагрева фена компрессор вместо турбины скорость выставления температуры умеренная скорость нагрева паяльника металлический корпус и металлическая подставка для паяльника с отверстиями для жал к минусам отнесу отсутствие цифрового дисплея для паяльника ручки для переноски станции отсутствие возможности отключить сетевой кабель откалибровать температуру не разбирая станцию габариты станции скорость точности до 1 градуса выставленные температуры и выставления температуры не снимая фен с держателя разогрев фена на держатели не буду относить к минусам так как он компенсируется скоростью нагрева если вы думаете иначе по поводу плюсов и минусов станции пишите в комментах пообсуждаем вместе а теперь о первом розыгрыше в этом году приз вот этот мультиметр чтобы получить нужно первое быть подписанным на наш канал профи второе под этим видео оставить комментарий с мнением о данной паялки и свою электронную почту до первого февраля третье поставить лайк этому видео итоги розыгрыша в начале февраля следите за выпусками условия продублирую в описании под этим видео на этом все всем желаю удачи прямых рук и до новых видео пока пока пока